Песни, песни! Песни, песни! Песни, песни! Песни, песни! Песни, песни! Песни, песни! Остался от тебя на память у меня портрет твоей работы Павла Пикассо. Нифига себе, такой портрет миллион стоит, а он скулит. И артист. У Распутина какие хорошие песни были. В Гималайи собирался ехать, чтобы раздеться до Гавайи. Не уехал, а теперь здесь выступает почти голая. Губы больше грудей. Вот София Ротару молодец. Сделала подтяжку и стала настолько малой, что ее на собственный концерт не пустили. Сказали, девочка, тебе пора спать, завтра в школу. Она говорит, я школу почти 50 лет назад кончила. Охранник в обморок упал. Артистки. Кадышев поет. От нежных объятий осыпался цвет. Недолго любви оказался рассвет. И дальше на-на-на. Этих на-на-на 42 раза. Сейчас, наверное, учат новые песни, где сто раз. Да-да-да. Артистки. Все поют на сцене. Джигурда в роддоме. Это что, чтобы показать ребенку, какая жуткая жизнь его ждет? Если он будет ходить на концерты эстрадных звезд. Пугачева тоже. Изменил Филипп Киркова Рузгалкин, но он теперь женщин мстит. Пусть чего лечится в Израиле один день. Конечно, лучше один день в Израиле, чем три года в Воркуте. Певцы. Билан на Евровидении Израиля вылезал и занял первое место. Аналич. Что, трудно было из скрипки вылезти или из барабана? Он вылезает, а вокруг Плюшенко катается хоккеиста во главе с Овечкиным. Первое место обеспечено. А если бы пел стиль из зверев, сразу две премии. За артистизм и за ум помрачения. И не надо бояться, потому что надежда наш компас земной, а удача награды засмел. Женщин много, а найти суженую трудно. В детском саду влюбился в одну девочку, а воспитательница нас на горшок рядом сажала. С тех пор у меня комплекс. Если женщина нравится, сразу горшок вспоминаю. В школе девочка нравилась, думала вырасту, женилась. Выросли, она два метра, я метр пятьдесят. В институте влюбился в однокурсницу. Говорю ей, только смерть разлучит нас. Она говорит, тогда тебя лучше сразу удавиться. Вот в институте хотел жениться на одной. Говорю, чувствую, что у нас будет много детей. Она говорит, правильно чувствует, потому что у меня уже трое. Я говорю, что же молчала. Она говорит, хотела сделать тебе сюрприз. Дала объявление, познакомлюсь с женщиной с целью создания семьи. Отликнуло сто человек, и все хотели ко мне переехать. Только одна сказала, что можем жить у нее, и дала адрес. Я проверю, это психбольница. Приятель предложил познакомиться со своей родственницей. Я пришел, смотрю, женщина симпатичная, говорю, выходите за меня замуж. Приятель говорит, ты что, сдурела, это моя жена. Я говорю, а где родственница? Он говорит, сейчас должна прийти, если как раз ее в тюрьму выпустили. Я говорю, а что она сделала? Он говорит, мужа от пьянства лечила. Я говорю, что он не пьет? Приятель говорит, уже пять лет с тех пор как похоронили. Женщины. Пригласил к себе одну, она пришла, говорит, соль вредна, сахар вредна, от мучного полнеет, масло нельзя, выбросила, все, и ушла. Завтра говорит, опять приду, выброшу диван, надо спать на жестком. Сватали одну, это, говорят, ест все, что угодно, в быту неприхотливая, один недостаток, проститутка. Однажды познакомился с одной красивой, женственной, я в паспорт заглянул, там написано, Прохоров Иван Семенович. Женщины. Одна пригласила в гости, угосила грибами, а потом говорит, отдожи до вторника 10 тысяч. Я говорю, у вас во вторник что, паучка? Она говорит, не, просто до вторника ты не дотянешь. Меня еле откачали. Познакомился с одной молоденькой, она говорит, ты мне купишь домик в Испании? Я говорю, могу купить тебе домик в детском мире. Она говорит, тогда купи там себе и куклу. Женщина. А годы идут. Пошел в клуб, кому за 30, познакомился с одной, которая за 50. Взял за руку, она мне пощечину. Говорит, за моей мамой папа 5 лет ухаживал. Я говорю, мне жить осталось, может, год. Она говорит, все равно надо проверить свои чувства. А чего проверять, если найти суженную, практически невозможно. Обрадовались, да? Еду в лифте, женщина говорит, в лифте не курит. Я говорю, а я вам и не предлагаю. Она говорит, вы курите, а я ваш дым вдыхаю. Я говорю, я об этом не подумал, надо с вас 5 рублей взять. Психий, никто не дослушает. Сказал жене, я ухожу, оглянулся, она уже мои вещи собрала и улыбается. А я на работу собрался. Я говорю, так-то ты меня любишь. Она говорит, ты уж и помечтать не даешь. Психий. Ну и включил я электродрель в 2 часа ночи. Ну, жена, все, повесь полочку, повесь полочку. А вместо полочки сосед за стеной повесился. А другой сознание потерял. Потому что сон увидел, будто ему зуб сверит отбойным молотком. Психопаты. Ну, выбросил я в окно, будто укну, попал сосед по голове. Ну, я же ему сказал, извини, когда его хоронили. Памьё. Ну, и сказал собаке фас вместо аппорта. Ну, прохожий бежал 2 километра, прежде чем в колодец упал. Чего орать-то? Я, что ли, эту колодец открыл? Я с другого крышка снял капусту квасить. Сихий. Ну, проехал я на красный свет. Чего орать-то? Если я столько выпил, что вообще думал, что еду в поезде. Не ждал, когда проводник чай принесёт. А когда увидел гаечника, попросил постельное бельё. Сихопаты. В бане мужик выскочил из парной, прыгнул в снег, а я дверь закрыл, чтобы не дуло. Чего орать-то? Я себе по телефону говорил, а он полчаса в дверь стучал, кричал, что замёрз. Пришёлся его спиртом распирать. Только распёрли, он попросил закурить. Я зажигал, кущёкнул, а спирт, оказывается, горит. Идиоты. Медкомиссию проходил, врач говорит, закройте один глаз. Ну, я ему и закрыл. Чего орать-то? Ну, перепутал, зато закрыл хорошо, у него глаз второй день не открывается. Ну, забыл я в рентгеновском кабинете снять пиджак. Чего орать-то, что в животе у меня посторонние предметы. Хотели срочно делать операцию от пуговицы. Сихи. Говорю, мой рисунок в Третьяковской галереи никто не верит. А я там в туалете на снег кое-что нарисовал. Кретины. У Галкина миллион никто не может выиграть, потому что не догадывается им поломин дать. Хотя он каждый раз намекает, у вас есть подсказка 50 на 50. Я ему предложил 40, меня выгнали. Сихи. Ну, принес я же не на день рождения торт, но написал там год рождения сегодняшний год, а между ними тире. Я же ни на что не намекал, чего ж драться-то. Нервные все стали. А из-за них нормальные люди должны страдать. Спасибо. Спасибо. В этой телегруппе корреспондентша говорит, можно мы вас снимем, будто я спрашиваю, за кого вы будете голосовать, а вы говорите, конечно, за Кураедова. Я говорю, а кто это, я не знаю. Она говорит, а мы вам за эти 100 рублей. Я говорю, а Кураедова я, конечно, знаю. Но я еще знаю его жену, тещу и племянников. Корреспондентша говорит, на что вы намекаете? Я говорю, я намекаю, за Кураедова 100, за жену 50. За тещу хотя бы рублей 20. Корреспондентша говорит, хорошо, скажете, что знаете его как хорошего семьянина и получите 110. А сейчас идите и делайте вид, что мы незнакомы. Ну, я иду, вид делаю, в небо смотрю, и стоп, как врежусь. У меня от этого фингал под глазом скачал. А оператор говорит, не волнуйся, я тебя с этого бокса снимать не буду. Я говорю, а с другого у меня зуба нет. Оператор говорит, а ты дырку жвачкой заткни. И дает изо рта свою. Я говорю, это не гигиенично. Оператор говорит, я ему жвачку свою не пожалел, а он выпендривается. Ну, я вытер жвачку от штаны. Ставил вместо зуба. И иду, а сам глазом косил, чтобы стоп не врезаться. Корреспондентша говорит, что у вас с глазами, почему вы окосили? Я говорю, эфтоотполнение. Она говорит, а почему щепеляете? Я говорю, эфто жвачка выскакивает. Оператор говорит, а ты ее крепче прилепи. Я говорю, как я ее прилеплю, если ты ей все соки сжевал. Корреспондентша говорит, выплюньте жвачку и ставьте в дырку сигарету. Да не в меня плюйте-то. Ну, вставил я между зубов сигарету, корреспондентша говорит, отлично. Подходит ко мне с микрофоном и говорит, разрешите задать вам вопрос. Я говорю, да хоть два. Она говорит, за кого вы будете голосовать? Я говорю, конечно, за этого, как его. А фамилию забыл. Она говорит, ну за кого? Я говорю, ну за этого. Вы же сами мне его фамилию сказали. Она говорит, за Гороедово, что ли? Я говорю, во-во, и за его жену и тещу на общую сумму 110 рублей. Корреспондентша подмигивает мне и говорит, я вижу, вы шутите. Я говорю, конечно, шутю. Я за этого утка едва и бесплатно проголосую. Потому что он семьянин хороший. У всех по одной семье, а у него две. Корреспондентша подмигивает уже двумя глазами и говорит, я вижу, вы шутите, а если честно? Я говорю, если честно, я вообще голосовать не пойду. Она говорит, почему? Я говорю, а потому что я всю жизнь за кого-то свой голос отдавал, а сам с песносом остался. Выплюнул сигарету и пошел, куда шел. Спасибо. Я мысленно разделяю ваше счастье. Вчера на рынок пошел, ну, чтобы мне картошку получше дали, говорю, нас в передачу розыгрыш снимают. Продавец сразу бросился, говорит, можешь жене привет передать? Старушка рядом была, говорит, ты лучше жене деньги передай, то не бойся, все пропьешь. Народ тоже завуновался. Женщина говорит, где камера? Старичок говорит, твоя в бутырке. Женщина, я пожаловаться хочу, у меня крыша текет. Старушка пишет, что она у тебя поехала. Я же передачу розыгрыш. Тут какой-то поэт выперся вперед и стал стихи читать. Люсь, я тебя любил, потому что я дебил. Девчонка какая-то скинулась, а все кричит. Если меня сейчас видит Дима Билан, старушка говорит, то он умрет от страха. Старушка, что я пил таблетки для похудения и поправился в дворадок. Кто мне поможет? Старушка говорит, мясо в комбинат. А я опять вылез вперед и загласил, твои глаза, как два агата. Скажи мне, может, я рогатый? Старушка говорит, не волнуйся, у кубелей рогов не бывает. Только блохи. Девчонка какой-то, кричит, потерялась собака. Маленькая, беленькая, если увидите, бегите подальше, она бешеная. Интеллигент, кричит, собака, друг человека. Женщина, кричит, у нее друг собака, представляю, кто у нее жена. А или свинья. Мужик, кричит, что вы все опусти, как надо говорить о главном, о водке. Водка стала плохая, раньше выпьешь 100 грамм, утром два свежие. Сейчас выпьешь, бутылку болит. Интеллигент, кричит, надо объявить пьянство в бой. Мужик, кричит, тогда считаешь, что ты уже убитый. Черт, какая, кричит, я хочу узнать, чем кончится секс в большом городе. Старушка говорит, абортом. Какой-то черт, кто-то кричит, отгадаетесь загадку, солнце светит в небесах, что находится в трусах. Джейс, миссис, совсем охамели. Он говорит, дур, там резинка. Какой-то гость в столице кричит, в Москве нет порядка, где я все обросил окурку, там она лежит. Ему говорят, а ты брось 100 рублей, их через минуту не будет. Какой-то поп-сектант кричит, отпуская грехи всем, кто со мной согрешит. Короче, говорит, я согласна. Говорит, сна, батюшка со старикой, что он один раз изменил. Он говорит, грех, что один. Говорит, хвост какая-то, мама, я доехала хорошо, учусь в институте, стипендию, клиенты платят регулярно. Какой-то такие кричит, дам квартиру вместе с мебелью и женой на длительный срок, потому что меня скоро посадят. Женщина говорит, господи, где же можно увидеть непьющего мужчину? Старушка говорит, во сне. Какой-то дядь кричит, почему я должен платить за лифть, если живу на первом этаже? Женщина говорит, а кто тебе мешает туда-сюда кататься? Ну, я видел, что все пошло как-то не так. Я кричу, успокоиться, я пошутил. Мужик говорит, я тебя сейчас самого успокоил. Суд, который в тюрьму кричит, дайте я ему вдарю, мне снова сидеть. Сторучка говорит, милый, вдарь за меня, а то у меня руки заняты, а я тебя потом отдам. Слышка говорит, что он говорит, как увидишь юмориста, дай по морде ему быстро. Ну, я видел, что дело пахнет травмпунктом, а мы ходим оттуда. Шутки с шутками, а люди сейчас такие нервные, что лучше молчать. Сатиры сейчас на эстраде нет, потому что жить стали лучше. И сейчас каждый мальчик может стать звездой. А каждый артист может сказать журналистское слово в рифму слову «звезда», если его спросят при ремейке. А лучше стали жить. На европейском чемпионате по футболу оказались первыми, кто вылетел. Хотя даже Абрамович сидел на трибуне и говорил «наш», имею в виду Челси. Богач стали жить. По телевизору сказали, миллионер в Эксельберг купил яйца Фаберже, осталось купить остальное. Надо же говорить пасхальные яйца, а не Фаберже. А лучше стали жить. Оперативники накрыли очередной интим-салон, притворившийся с клиентами. Каждый день притворяются, а дома говорят, у меня работа такая. Им, наверное, вместе с патронами Виагру выдают, чтобы накрывали во всеоружии. Хотя для того, чтобы найти интим-салон, достаточно прочитать «Московский комсомолец», где каждый день печатают с полсотни объявлений, из которых самые скромные могу всё. А самые заманчивые – старушки-весёлушки дёшевы. Ну, мы, они стали жить. Суд присяжных ввели, только бандиты недовольные. Раньше, говорят, одному взятку приходилось давать, а теперь двенадцати. Это, говорят, беспредел. Но с этим уже борются. Чиновникам зарплату повысили, чтобы не брали взяток. Скоро, наверное, грабителям, чтобы не грабили, будут сразу деньги выдавать. А насильникам женщин приводить. С оптимизмом стали жить. Средней продолжительной жизни у мужчин у нас 65 лет, а на пенсию можно выйти только позже 60. Но люди всё равно делают накопление в пенсионный фонд, чтобы пенсию им приносили хотя бы на кладбище. Депутаты заботливее стали. В Петербурге выбрали невзорвый. Он так много думал о своих избирателях, что снял многосерийный фильм о лошадях. Съёмки проходили во Франции, повествуют о том, что лошади умнее людей. Особенно те, кто выбирает депутатов. Рано с ней стали жить. На Олимпиаду символом России чебурашка назначили. То есть слабое и бесполое существо с большими ушами, на которое удобно вешать в Абшу в Афинах, представляло Россию. Веселее стали жить. У нас атомной подводной лодкой командует капитан первого ранга военным оркестром генерал. Наверное, скоро министром обороны Петросян назначат. Чтобы будущий противник помер от смеха. Человечные стали. Московская дума решила кастрировать всех бездомных собак. Они, наверное, думают, что собаки кусаются не зубами, а тем, что под хвостом. Лучше стали жить. В рекламе девушка говорит, я пользуюсь маленьким тампоном и чувствую себя свободно. А демократы спорят, есть ли у нас свобода. Давайте каждому из них по тампону почувствуй себя свободными. А Жириновскому ничего не давать. Потому что он ведет себя так, будто у него уже целая пачка. В общем, жизнь прекрасна. Поэтому и сатира нам не нужна. Давай ведь икону украдем. Я говорю, а вдруг Бог накажет? Петя говорит, посмотри на себя, ты и так уж наказанный. В общем, спрятали в церкви, ждем, когда все уйдут, а одна старушка не уходит. Он говорит, стоит у иконы, господи, услышь, господи, услышь. Ну, Петька не выдержала, говорит, слышь, что тебе? Бабка на колени рухнула. И говорит, господи, вразуми, зять, малой, беспутно водку хлещет. Петь говорит, ладно, вразумлю. Иди домой, скажи им, завязывай. Старушка говорит, где? Петька говорит, на шее. Старушка говорит, я спрашиваю, где ты, господи, я тебя не вижу. То есть Петьке совесть заговорила. И он говорит, не господи, а бабусь, а Петя. Старушка говорит, не уж, что апостол Петр. Я думаю, так мы икону никогда не украдем. Я говорю, бабушка, сейчас церковь закрывается, или молись, быстрее, или приходи завтра. Старушка совсем обалдела. Говорит, а это кто? Петь говорит, это так, друг мой. А старушка как раз у иконы святых Петра и Павла стояла. Она говорит, святые, мне пенсию побольше. Ну, на шаре мы в карманах мелочи кинули ей. Бабуся, как услышала звон, сама убом в пол брякнулась. Собрала деньги и не уходит. Петь говорит, ну что еще тебе? Старуша говорит, годочку бы скинуть. Петь говорит, сколько? Она говорит, пятьдесят. Петь говорит, хорошо, иди домой, девушка, тебя мама ждет. А бабка опять не уходит. Я спрашиваю, что тебе еще, девица? Бабка говорит, жениха. Петь кивает мне, выходи. Ну, я выхожу из-за столба. Бабка увидела, говорит, какой ты завалящий он. А получит, нету? Петь говорит, всех разобрали, надо было раньше приходить. Бабка говорит, ну тогда я до утра подежурю. А утром первой в очереди буду. Петь кричит, какая еще очередь? Бабка говорит, за женихами. Петь помолчал, говорит, на твою счастье еще один остался. И выходит сам. Вот спохмель опухшие и небритые. А старушка говорит, это-то получше. И цап Петьку под руку. И пошли они из церкви, как новобрачные. А я подумал, слава богу, что вместо икон старушку взяли. Теперь хоть бог не накажет. Помню, отцу подарили коньяк Наполеон, я его выпила, вместо него налил чай. А через две недели привел невесту знакомить. Ну, мать накрыла на стол, отец поставил две бутылки, водку и коньяк. И говорит, угощайтесь. Нам, говорит, по-мужски водочка, а наши гости коньячок. Ну, выпили мы. Мать с отцом смотрит на невесту, а то опротинул рюмку, и хоть бы что. Мать покраснела, говорит, и часто вы так пьете? Невеста говорит, каждый день. Отец кряхнул, говорит, удовольствие дорогое. Невеста говорит, ну на это деньги всегда найдутся. Я громко говорю, может быть телевизор посмотрим. Отец говорит, тут интереснее, чем в телевизоре. И наливает невесте еще. Она берет у меня пальчиками рюмку и говорит, вообще-то я из таких маленьких еще не пила. У матери со стола нож упал. Я говорю, мужик придет. Отец говорит, уже пришел. А невеста выпила, говорит, я так боялась к вам идти, думал, не понравлюсь. Отец веджу, говорит, в общем-то понравилось, вы только пьете, не много ли? Невеста говорит, рюмка маленькая, если бы вы мне сразу налили кружку. Отец говорит, это же пол моей зарплаты. Невеста говорит, вы что, так мало получаете? Отец говорит, а вы? Невеста говорит, достаточно, чтобы мы с мамой каждый вечер пили. Мать, достав нож, теперь выронила вилку. Я говорю, женщина придет. Отец говорит, не дай бог. А невеста говорит, у нас семейные традиции, собираемся вместе и пьем. Только мы любим, что он был горячий. У матери тарелка упала. Я говорю, на счастье. Отец говорит, она уже здесь. Мать говорит, и большая у вас семья. Невеста говорит, еще бабушка и сестра. Отец от нас ушел, он пил много. Мой отец говорит, а вы, значит, немного? Невеста говорит, ну чашки две выпиваю. Отец говорит, это школа бутылки. Невеста говорит, ну и что, главное, вечером ничего не есть. Мать говорит, так вы и без закуски еще. Невеста говорит, ну почему, у нас варенье. Отец говорит, его хорошо с лимоном. Невеста говорит, с лимоном у нас бабушка пьет. Восемь месяц лет, а пока не выпьет, спать не ложится. Тут отец встал и говорит, приятно было познакомиться. Невеста говорит, и мне тоже, спасибо за чай. Какой чай, всплечал отец, и тут только все понял. Посмотрел на меня волком, и я говорю, а что он стоит, и стоит полгода. Я выпил, чтобы он не прокис. Ну, думаю, что я произнес это неубедительно. Потому что подзатыльник я все-таки получил. Я знаю, что сейчас вместо водки можно чего угодно купить. Но что-то такое, принес домой, открыл оттуда старик Хатабыч. Говорит, злой колдун, абль-фабль-гад, обманом заточил меня в бутылку. Я говорю, а выпить он не заточил? Хатабыч говорит, сейчас сделаем. Вырвал из бороды волосок, сказал, тряхте-бедохте-ох, бац, и на столе кувшин. Я говорю, наливай. Он налил, я выпил этот кумыс. Говорит, ты что, басурман, меня отравить хочешь? Он говорит, о, повелитель, этот лечебный напиток пил сам султан Салям Аль-Амбей. Я говорю, вот он и помер. Хатабыч говорит, так это три тысячи лет назад было. Я говорю, это уже детали. Давай, я говорю, бутылку столичную. Только он хотел волосок вырвать. Я говорю, и лучше ящик, чтобы два раза тебя не гонять. Ну, дернул волосок, побухтел, ящик на стол хрязь. Выпили мы с Хатабычем по стакану. Я говорю, давай теперь документы и одежду, а то с твоей внешностью тебя в КПЗ посадят. А это хуже, чем в бутылке. Ну, старик дернул, вякнул, ближе, сидит уже в майке, в джинсах, на ногах кроссовки. Все как у меня, только вид, будто ты в сумасшедшем дома. Дал ему паспорт жены для образца, объяснил, что исправить. Он дернул, вякнул, и в руке у него паспорт на фотографии. Вон в майке о фамилии Прохоров Лена Васильевна. И тут меня осенило. Достал я десятидолларовую бумажку. Ну-ка, говорю, рви. Он взял и порвал ее. Я говорю, ты что, фонарел? Волос надо было рвать. Теперь восстанавливаю ее и сделаю мне тысячу таких бумажек. Но пьяный Хаттабыч долго бороду найти не мог. Все, рука у него слева, справа. Я сам его клок выдрал. Бухти, говорю. А он старый пень стал про детство рассказывать, как он там в Древнем Востоке в песочек играл. Я говорю, батя, слушай меня, вот клок твой. Ты помнишь этот свой билиберду? Он говорит, Толя Кибин, я все помню, давай выпьем и пойдем аблифаблюгаду морду бить. Ну, думаю, мудрец с одного стакана забурел. Вот что говорю, ты ложись спать, я тебя на полу пустилю, чтобы удобно падать. А я сам что-нибудь ляпнул. Уложил Хаттабыч и говорю, тракте, бедохте, ох, появись тысячи таких бумажек. Откуда ты с потолка пальчиками побалдел, как шибанет? И рассыпал с попу, как ковер. Теперь, думаю, надо машину. Трахте, бедохте, ох, Мерседес как по балкону шарахнет и вместе с ним в десятого этажа вниз. Хорошо, внизу никого не было, кроме соседей. Автомобили в дребезге, они только в затылках чешут. Ну, я из бороды еще надергал, осколки убрал, балкон восстановил, вдруг в дверь стучат. Стал я доллары собирать, гляжу, а у купюр-то у всех номер и серия одинаковые. Ой, думаю, если это милиция, поставили, как фальшива монетчика. Кинулся Хаттабычу спящего, а у него подбородок уже голый, как коленка. Стал я его лицо обшаривать, а дверь колоть, вот руки меня дрожат, Хаттабыч от шикотика смеется. Наконец нашел я один волосок, выдернул трак, тебе док-тёк, что все пропало, Хаттабыч, в бутылку. Открыл дверь, а там жена. Ты, говорит, что, закрылся, опять пьешь? Я говорю, что ты взяла? Вот бутылка еще не откубрена стоит. И вообще, если хочешь, я ее могу выбросить. Взял бутылку, прошел гордо к мусоропроводу и туда ее. Вернулся, думаю, жалко, конечно, Хаттабыча. Но кому он нужен без бороды-то? Недавно подходит ко мне на улице один и дает 100 долларов. Я говорю, а что делать, вдруг я не справлюсь? Он говорит, напиться. И кричать, выберите меня депутатом. Я говорю, а зачем мне депутатом, если уже пьяный? Он говорит, потому что это пиаровская акция, и ты одна фамилия с одного кандидата. Я говорю, а как его фамилия? Он говорит, ну, идиот. Я говорю, редкая фамилия. Первый раз такое слышал. Приехали мы в ресторан, там телевидение, уже корреспонденты. Сел я за стол, а фамилия спрашивает, что желаете? А я желаю 100 басов, которые мне в кармане не отдать. Я говорю, манная каша есть? Ну, он принес мне манную кашу, а тот, который меня привел, показывает и сказал, выпить. Я говорю, официант, ты еще выпить чаю? Он спрашивает, английский, ционский. Я говорю, на вас вкусно, без заварки. А корреспонденты уже жужжат, как мухи. Спрашивают, почему вы пьете без заварки? Я вспомнил и говорю, если народ живет бедно, то слуги народа должны жить еще беднее. А корреспонденты, которые меня привел, аж на стуль подпрыгнул. А корреспонденты спрашивают, нужно ли сажать в тюрьму гомосексуалистов? Я говорю, только в том случае, если вы хотите сделать уголовникам приятное. Который меня привел, опять на стуль подпрыгнул, и мимо ствол на пол сел. А меня спрашивают, нужно ли водить многоженство? Я говорю, что вы, сейчас такие мужчины, что нужно водить многомошество. В присутствующие женщины зааплодировали. А меня опять спрашивают. А меня опять спрашивают, надо ли правительству уходить в отставку? Я говорю, ему надо идти туда, куда его пошлет. Я говорю, что все будет в порядке. Смотрю, который меня привел, сидит на полу, а под ним уже лужа. А журналист спрашивает, как вы относитесь к последнему выступлению президента Путина? Я говорю, успокойтесь, последнее выступление президента Путина будет не раньше, чем через 10 лет. Который меня привел, кричит, это однофамилец, а настоящий кандидат, я говорю, ну идиот. Который меня привел, заплакал, кричит, я ему 100 долларов дал, чтобы он напился. Я говорю, у меня не такой большой жор, чтобы чай на 100 долларов выпить. шпарили. Он спрашивает, а это она какая? Попутчик говорит, ну такая вся в общем. Мужик думает, точно моя. И говорит, а муж-то кто? Попутчик говорит, дурак какой-то. Мужик думает, точно я. И спрашивает, а кем он работает-то? Попутчик говорит, а хрен его знает, от него денег, как от козла молока. Мужик говорит, да я пошел с утра до вечера. Попутчик говорит, ну так кто вы, а он себя не утруждает. Ну мужик еле сдерживается, спрашивает, а как это у вас началось? Попутчик говорит, муж, я был как-то в командировке, закрутил там с одной. Мужик говорит, этого не было. Попутчик говорит, было, его приятель жене сказал. Мужик думает, Петька, гад. Попутчик говорит, ну она узнала, обиделась. Мужик говорит, ну мужчина имеет право, надо расслабиться. Попутчик говорит, ну вот он расслабился, теперь я расслабляюсь. Мужик аж трясется, он спрашивает, а как ее зовут-то? Попутчик говорит, я ее зову Киска. Мужик думает, убью и Киску, и котика. А Попутчик говорит, раньше у них все хорошо было, А потом он начал пить. Мужик говорит, а кто сейчас не пьет? Папучий говорит, конечно, ему обидно, что сын похож не на него. Тут машина чуть в светофор не врезалась. Мужик говорит, что ты сказал? Папучий говорит, да вы не волнуйтесь, я его усыновлю. Вот они разведутся. Мужик говорит, да я не собираюсь разводиться. Папучий говорит, вы-то молодец, он все в свободное время в гараже с этой машиной возится. От него скоро она родит. Мужик спрашивает, кто? Папучий говорит, машина. И у них будет маленький жигленок, а у меня будет хорошая семья. Мужик говорит, сейчас у вас с моей женой кое-что другое будет. Остановил машину у своего дома и говорит, приехали, выходи. Папучий посмотрел в окно и говорит, куда приехали, мне совсем на другую улицу надо. Но водитель обрадовался и говорит, как хорошо, что это все не со мной. И все, давай экстрасенсами работать. Женам мужей возвращать. Я говорю, ну двоих мы вернем, тебя и меня, но нас же опять выгонят. Петька говорит, нас возвращать не будем, будем чужих и за деньги. Но только дали объявление, приходит одна, показывает фотографию, говорит, верните ненаглядного. Петька фотку понюхала и говорит, аура хорошая, возврат пять тысяч. Женщина, хоп, пять. Я говорю, а чтоб любил десять. Она говорит, за десять я сама кого-то хожу полюблю. И ушла. А мы с Петькой взяли дубину под караул этого ненаглядного и говорим, выбирай, или ты возвращаешься к жене, или к полюбовнице, но инвалидам. Он сразу говорит, конечно, к жене. Я, говорит, так соскучился по этой мыбли, что за душой ее в объятиях. Ну на следующий день об нас уже слух пошел. Не успели мы опохмелиться, пришла такая зануда, что от нее не то, что муж, тараканы сбегут. И говорит, по акси в адрес такой-то, зовут Володиленом. Ну мы взяли дубину, ждем у подъезда, оттуда выходит Амбал, два метра в высоту, два в ширину. Я на всякий случай спрашиваю, может быть вы не Володилен? А он говорит, Володилен, а вы кто? Я говорю, экстрасенсы, судьбу предсказываем. Он говорит, ну и какая у меня судьба? Петька говорит, хорошая, ваша жена, богатая дядя в Америке, скоро помрет и оставит ей состояние. Амбал говорит, дядя у ей и вправду есть, но он такой жмот, что нарочно будет жить до столя. Я говорю, в том-то и дело, что ему уже 99, у него второй день повышенная температура. Амбал говорит, какая? Петька говорит, 101. Амбал говорит, ратошный помрет. И бегом к себе домой, а мы к себе, а там народ. Тетка одна букается на колени, кричит, умоляю верните, и пашку долларов, хоп. Петька говорит, где он? Она говорит, на кладбище. Амбал говорит, не в наших силах. Она еще пачку, хоп. Петька говорит, давайте фотографию. Она ушла. Петька говорит, гример у меня в театре знакомый есть. Приехали мы в театр, гример намазал Петьке морду. Петька встал с кресла, вылитый покойник. Я говорю, если голос не похож. Петька говорит, скажу, что простудился на том свете. Я говорю, а если ты ростом ниже. Петька говорит, скажу, усох. Я говорю, если спросил, где ты был, в раю или в аду. Петька говорит, скажу, в аду, но после семейной жизни он мне показался раем. Я говорю, если она предложит интим. Петька говорит, ну тогда придется много выпить. Ну, пришли мы к той тете, она дверь открыла, так и упала. Подхватили мы ее, входим в комнату, а там ее муж сидит. Он, оказывается, на кладбище работает. А сегодня как раз к жене вернулся. Встал и говорит, я сейчас из вас своих клиентов сделаю. Петька говорит, каких? Он говорит, покойников. Ну, мы домой, а там уже очередь. И первая очередь Петькина жена. Петька говорит, вот, значит, и я кому-то нужен. Стер грим, а жена ему хоп по морде. Говорит, экстрасенсом работаешь, а алименты не платишь. Петька говорит, только у меня детей нет. Она говорит, а у тебя нет, а у меня уже четверо. В общем, бросили мы с Петькой это дело. Потому что разбогатеть честному человеку сейчас невозможно. Иванов, что ты сказал? Ах, это у тебя в животе бурчит. Встань на левый фанк, ты меня заглушаешь. Распустились. Рядовой Мухабаев залез на березу и вместе с ней упал на казарму. Я его спрашиваю, ты что, птичка? Он говорит, меня дед Кузыкин заставил залезть, посмотреть, далеко ли дембель. Распустились. Рядовой Бородаков соорудил себе такой дембельский мундир, что майор испугался. Думал, маршал идет. Ну, я понимаю, что аксельбанка на грудину на штанах. Зачем? А рядовой Пахмелкин наоборот ходит в разных сапогах. Один резина, другой без подметки. Я спрашиваю, почему? Он говорит, что враг боялся. А сам боится уколы делать. Вчера фельдшер только взял шприцы, у него штаны от страха упали. Кстати, под штанами должны быть трусы, а у него колготки. Распустились. Рядовой Раздолбаев письмо от невесты получил. Она в Москве на проститутку учится. Распустились. Присылав фотку, стоять на фоне Кремля голая. Раздолбаев письмо знает, жениться или нет. Нехорошо, когда жена больше получает. Распустились. Ищут долдыри, но он Новый год встречает. Оказывается, ровный год, как его призвали. Он, конечно, радует, потому что если его не призвали на два года, его посадили на три. Рядовой Самсонов на учениях пошел в разведку за языком, а вернулся с бутылкой. И доказывал, что на этике вражеский шифр, который он разгадает, если выпьет. Я разрешил, он выпил и расшифровал, что написано мало. Дефрейтор иголки расставил вчера мин, а перед этим понюхал портянку и до сих пор не помню, где эти мин стоят. А нашему капитану сейчас не до нас. Он дома посадил в цветочных горшах картошку, теперь окучивает. Раньше он на улицу сажал, но кто-то из вас выкапывал. А у него трое детей. Младший самый хитрый. Позвонил в офицерскую столовую, что там заложена бомба, и пока ее искали, он без сахара съел. Два куска. Распустились. Рядовой из забубенов, поставленный часовым у танка, провел танк, причем вместе со спящим механиком-водителем, который, узнав, в чем дело, отказался возвращаться в свою часть и требовал за себя выкуп. Сто тысяч долларов или пачку сигарет. Но он согласился на коробок спичек. Вы хотите курить, а у начальника военторга своей проблемы. Он на своем мерседесе краской написал «Москвич», военная прокуратура не предорвалась, а жулики угнали. Распустились. Еще и Ремина и Гулькина, они дачу генералу устроят. Он им сказал, что это не дача, а блиндаш повышенной комфортности. Но это пусть строят, в случае войны ему будет хоть что-то защищать. И еще, тех двух путан, которых вы прячете в бане, что завтра же не было. А то в прошлый раз бронетранспортер трое суток кружил и вернулся опять с ними. А сержант Мазуриков, посланный сопровожающим, доложил, что нарвались на засаду, что он ранен, ему срочно требуется врач-венеровок. И не надо меня обманывать. А то переодели в солдатскую форму, а когда на медосмотре я увидел у них грудь и стали верящиеся мышцы. И я поверил, пока не увидел ягодицы. И запомните, солдат обязан дорожить жизнью прапорщика. А то я вчера в речку упал, а когда кричал «Спасите», кто-то вместо спасательного средства бросил гранату. Хорошо меня взрывной волной выбросило на берег. А потом меня уверяли, что это кто-то рыбу глушил. Я что, похож на судака? Кто сказал нам? Правильно, на мульсом защитника Родины. Таким, надеюсь, и вы будете к концу службы. Все, вольно, разойдись. Я думал, она собачка, а на мужу. Сама села на диету и его посадила. А зачем ему диета? Я еще ветром смотрю, когда он по улице идет. Недавно ветер был, а к соседке на балкон занесло. Соседи. На восьмом режиссер сериалы снимает, поэтому уж не соображает ничего. В день со мной 20 раз здоровается. Я ему говорю, что вы ее не узнаете, что ли? Он говорит, почему узнаю, но думаю, что вас много. Жена у нее топ-модель, худая, как прутик. Как он ее в квартире находит? Я с ней в лифте ехал, она мне на восьмой. Я глядываюсь, никого нет. Испугался, спрашиваю, вы где? Она говорит, у вас за спиной. Этажом ниже спортсмен. Привез в соревновании золотую медаль, а то, что там ее до сих пор ищут, никого не волнует. Соседи. С седьмой супруги серебряную свадьбу справили. А то, что он эти 25 лет в тюрьме просидел, все молчат. И советую жене, так же счастливо прожить еще 50. А это Фихо из 16-й. Спрашиваю, муж-то где? Она говорит, он в командировке, нефть ищет. Я говорю, он ее уже нашел. Она в соседней башне живет. И зовут эту нефть Нонна Петровна. Соседи. На пятом милиционер в ГАИ работает. Напился недавно, стал у лифта всех проверять, где аптечка, почему ремень не пристегнут. За час набрал больше, чем профессор за месяц зарабатывает. И, главное, в форме стоял. Спортивный. Трусы, майка. В руке жезл. Соседи. В седьмой квартире интим салон устроили. А участволог говорит, что лично каждый день туда заходит и ничего подозрительного не замечает. В девятый прохиндеец записал все свое имущество на жену и тещу. Судебные исполнители пришли описывать, а он говорит, это не мое. Они ушли, а жена и теща говорит, это не твое. И пинка ему. Соседи. В двенадцатый студент, хакер. Перевел из какого-то банка на свой счет сто тысяч и сказал, что теперь такая стипендия. Дед поверил и в этом году хочет в МГУ поступать. Хотя кончил его пятьдесят лет назад. Соседи. В двадцатой квартире знахар лечит всех травм и все говорят, что им помогает. Потому что он траву настаивает на водке и прописывает пить три раза в день по стакану. А в двадцать третий мужик даже в поликлинику не ходит, его жена лечит наложением руки. Как у него что заболит, она ему руку накладывает. Только при этом сильно размахивается. У него глаз подбит на обу шишка. Но как только жена к нему приближается, он кричит, что чувствует себя хорошо. А хромает, потому что ты танцовывает от счастья. Вот такие у меня соседи. Если бы не я, ни одного порядочного человека в доме не было бы. Я услышал все просьбы, и жить стало невозможно. У учителей зарплата выросла в пять раз, но в школу кроме них никто не ходит. Потому что Бог услышал просьбы двоечника Петрова, и теперь каникулы все двенадцать месяцев. У многих женщин мужем стал богатый иностранец. А одна женщина в сердцах сказала мужу, господи, какой же ты козел, и ее муж стал козлом. Одна фанатка стала невидимой, чтобы быть в связи с Николаем Басковым. А одна пенсионерка родила от Игоря Николаева. Но воспитывать ей некогда, поэтому мальчик родился сразу с 75 килограмм 300 грамм. Неизвестно, кто попросил у Бога, но Журат Церепеля оказался студентом первого курса военно-изучества. Спартак выиграл у Реала с отчетом 48-2. Два мяча они забили в свои ворота, чтобы не обижать иностранцев. Бог добрый. Поэтому на автосалоне в Брюсселе лучше бы признан автомобиль АК. И теперь в нем ездят шейхи Джордж Буш и Борис Березовский. Которого объявили во всемирный розыск, но ищут пока в Арктике и Антарктиде. В армии нет дедовщины, потому что у каждого, кто называет себя дедом, вырастает борода и появляется лысина. Бог добрый. Поэтому в тюрьмах никого нет, кроме надзирателей. Все в Крушавеле катаются на лыжах. Французы в шоке, потому что россияне пьют до катания, после, даже во время скоростного спуска. Белоруссия и Лукашенко переизбрали сразу на 333-й срок. На Украине президентом выбрали братьев Кличко. А в России сразу Путин, Зюганов, Хакамаду еще 150 тысяч человек. Они издают в день по тысяче указов, но никто не выполняет, потому что у всех выходной. Был бы добрый. Поэтому все мальчики и девочки России прошли кастинг и теперь поют на фабрике звезд. Костя, Дзюн, Окутирова, трактор. Никита Михалков снял автобиографический фильм «Свой среди чужих, чужих среди своих». И получил сразу три Оскара. А Чубайс сказал, ей-богу, я все копейки не взял, стал бедным. На улице сплошные пробки, потому что все есть на машинах. На троллейбусе только один Ельцин. А пешком только Федор Конюхов, но по дороге на Марс. Был бы добрый, поэтому двум бомжам удалось снять и сдать металлон все электропровода России. Кто-то попросил, чтобы Волошкова танцевала в Большом театре, и она там танцует, хотя уже начали ремонт. А кто-то попросил Бога, чтобы не было оборотней в погонах, и погоны в МВД отменили. Ну, я, конечно, тоже не сдержался, попросил, чтобы мне никто не мешал, когда я работаю. И очутился на небитаемом острове. День терпел без еды. А потом попросил у Бога, чтобы все встало на место, и оказался на своем диване. Я раньше платил за телефон за год вперед, а сейчас каждый месяц присылают эти бумажечки. Голова у меня занята и странным репертуаром, я забыл один раз заплатить. И вдруг телефонный звонок. Мне говорят, добрый день, напоминаем, что вам нужно погасить задолженность. Ну, я стал вспоминать, когда я это не заплатил. Они опять, добрый день, напоминаем, магнитофон. Ну, я пять раз послушал, потом положил трубку и написал рассказ. Николай Иванович приехал в Москву к дочери погостить. Встретили его хорошо, а утром, когда все ушли на работу, вдруг зазвонил телефон. Николай Иванович взял трубку и слышал. Добрый день, напоминаем, что вам необходимо погасить задолженность за услуги телефонной связи. Сейчас никого нет дома, сказал Николай Иванович. Один я тут. Хотел положить трубку и услышал. Добрый день. Да уж здорово ли, сказал Николай Иванович. Напоминаем, что вам необходимо. Да что напоминать-то не выдержал, Николай Иванович. Если сам себе с утра напоминаешь, что денег нет. Ты лучше Абрамовичу позвони. Добрый день, сказали в трубке, напоминаем. Про Абрамовича-то я зря, подумал Николай Иванович. Может, эта телефонная сеть ему и принадлежит. Про Абрамовича сказал Николай Иванович. Добрый день, сказали в трубке. Насчет чая нескладно получилось, понял Николай Иванович. Два мужика и чай. Ну, взяли еще бутылочку, сказал он. Я торопел от своей глупости. На телефон денег нет, а на бутылку есть? Так это, закричал он в трубку, день рождения у соседа-то, сто лет ему. Вот мы наскребли последний и взяли бутылочку воды. Добрый день, сказали в трубке, напоминаем. Про воду не поверил, понял Николай Иванович. И быстро добавил, взяли бутылочку воды, а выпить я с собой самогон привез. Сказал, аж взмок. Подумает, самогоном торгую. Арестует еще. Добрый день, сказали в трубке. Повторяет одно и то же, понял Николай Иванович. Наверное, думает, что мы уже пьяные, не соображаем ни хрена. И закричал в трубку. Да у меня не в одном глазу. Я вообще могу литр выпить. И испугался еще больше. И закричал. Да я 10 лет в завязке. С тех пор, как в прошлом году, да, слова не пить, уж неделю не пью. И вдруг, как током его долбанул. Он узнал голос. Это был голос диктора телевидения. Вот оно как обернулось, тахнуло, Николай Иванович. Пенсия у него, небось, маленькая. Вот подрабатывает. А я на него ору. Ему захотелось сказать что-нибудь ободряющее. И он сказал. А мы с Натальей всегда любили вас смотреть. А сейчас-то я один остался. Вот к дочке приехал. Добрый день, раздалось в трубке. И Николай Иванович уловил в голосе сочувствие. Напоминаем, что вам необходимо погасить задолженность. Старик мысленно пересчитал свои деньги и сказал. Ладно, не беспокойся, погашу я ее. Положил трубку. Спохватился, что не спросил, как это сделать. Подождал нового звонка. Аппарат молчал. Вот, понял Николай Иванович. Поговорил с человеком по-человечески, успокоились. С людьми-то по-доброму надо. Повнимательней. Время сейчас такое. Петь-ка все, давай, говорит, мы из тебя звезду сделаем. Я говорю, так я же ничего не умею. Мам говорит, а ты думаешь, они умеют? Я, говорит, за кулисами певца отвлеку. Когда фонограмм пойдет, ты высушишь на сцену и будешь рот открывать. Ну, так и сделали. Я высушил, рот открыл, а фонограмм женская. Я люблю тебя, мой милый, потому что ты красивый. В кулисе какая-то женщина кричит, а мне что делать? Я рот развиваю, а фонограмм поет. Не смогу, а я устоять, буду я теперь рожать. В зале телевидения, а Федька рукой машет, диск не дрейф. Но я эту песню как бы допел. А на фонограмме вторая еще круче. Возьми меня, я вся в огне, ты не забудешь обо мне. Руки меня дрожат, морда от сыда красная. А фонограмма, будь она неладно поет, мою губой будто вишня, поцелуй будет не лишний. Объими меня за грудь еще за что-нибудь. Ну, да резевал рот, до конца песни убежал, а в зале овация. Кричат браво, меня опять на сцену выталкивают. Я кланяюсь, тут каких мужики с цветами полезли. Я говорю, кому они? Говорят, это тебе, милый. Мы без тебя, без ума. Я говорю, я тоже без мозгов. Это все петька. Я говорю, не надо петьки, ты самый лучший. Я вырвался от них из-за кулис. А там журналисты налетели как мухи. Спрашиваю, какая у вас машина? Я говорю, зингер. От бабушки осталось. Ваш любимый цвет? Я говорю, любой. Они говорят, понятно, голубой. Ваши любимые блюда? Я говорю, водка. То есть картошка. В любимое время года, я говорю, когда водки много. Я не отбился от них. А тут продюсер, хватит меня за руку. Говорит, пять тысяч долларов за концерт вас устроит. Я говорю, ну какие еще пять? Он говорит, ну хорошо, десять, но выступай в стрингах. Я говорю, вы можете представить меня в стрингах? Он говорит, конечно. А на корпоративах можно и без них. Вы ноги бреете? Я говорю, я усыть не всегда брею. Он говорит, ладно, если не хотите бреете, тогда можно надеть колготки. А журналисты вокруг вьются, фотографируют. Я подставляю лицо, они норовят наоборот. Вывалились мы всей толку на улицу. Там лимузин длинный, как километр. Задолкали меня туда. А там старичок на руке, перстень больше башки. Говорит, я ваш поклонник. И цап меня за коленку. А она у меня болит. Я ей накануне ударился. Шел по улице, смотрю, два столба. Хотел между ними пройти. Говорит, меня в глазах двоелось. А он у меня за коленку. Я как заору. Ой, он говорит, какой ты страстный опять за нее. Но я непроизвольно ему и вмазал. А уж кто мне, я и не помню. Очнулся, дождь идет. Встал на карачки, посмотрел, выложил на свое отражение. Ну, точно, звезда. Точнее, луна. Там же морда вся синяя, пухшая. Вот так. А если бы не больная коленка, был бы сейчас звездой и катался бы на лимузине, как сыр в дерьме. То есть так сыр в масле. Приятель сказал, что в кино на роль чиновника требуется артист. Но я пришел. Режиссер посмотрел на меня и говорит, вы себя в зеркало давно видели. Я говорю, а что? Он говорит, с вашей внешностью только бомжа играть. Я говорю, я буду стараться. Режиссер говорит, ну хорошо, допустим, вас спрашивают, почему отключили отопление? Что вы ответите? Я говорю, сломалось что-то. Режиссер говорит, милый, из вашей чиновник, как из блохи шашлык. Я говорю, я буду стараться. Он говорит, ну хорошо. Представьте, идете по улице, впереди старушка упала, что сделаете? Я говорю, подниму старушку. Режиссер говорит, зачем я ее поднимаю? Что она, кошелек? Вы должны ей объяснить, что сейчас все делается, чтобы пожилым людям было легче. Я говорю, я попробую. Режиссер говорит, теперь о главном. Я говорю, о любви. Режиссер говорит, с вашей внешностью можно говорить о любви только к сосискам. Я говорю, о взятках. Допустим, вам дают тысячу рублей. Что вы, покраснели-то? Я говорю, от удовольствия, ничего не делаешь, а те деньги. Режиссер говорит, что раз эти деньги люди миллионы берут. Я говорю, я и на тысячу согласен. Режиссер говорит, все, буду снимать про дурдом, приходить психо играть. Я говорю, почему психо? Он говорит, потому что вы чокнутый. Я говорю, я буду стараться. Режиссер говорит, ну хорошо, на заседаниях вам придется спать. Ну-ка попробуйте. Я зажмурился. Режиссер говорит, это вы что, труп изобразили? Надо сделать вид, что вы думаете, а сами спите. Я говорю, ну ведь люди на них надеются. Он говорит, да вы совсем дурак. Им люди нужны, как вам тараканы. Я говорю, у меня дома есть. Режиссер говорит, все, буду снимать сказку, приходить козла играть. Я говорю, я буду стараться о людях не думать. Режиссер говорит, ну хорошо. Допустим, горит лес, что вы будете делать? Я говорю, спать, то есть думать. Режиссер говорит, все, до свидания. Я говорю, почему? Он говорит, потому что из вас чиновник, как из дерьма орден. Если горит лес, вы должны быть ближе к воде. Я говорю, и шланга поливать? Режиссер говорит, из носа. Быть ближе к воде, а где ее много? В океане догадался я. Правильно, говорит режиссер. Где-нибудь натаите, купаетесь, загораете. И никто не мешает вам думать о судьбах родины. Понятно? Да, сказал я. А сейчас, сказал режиссер, идите домой и запомните. Кастинг на роль чиновника вы не прошли. А на роль сумасшедшего козла? С блеском. Милиция. Да, наша милиция лучше всех. Лейтенант Иванов недавно задержал целую банду. За что получил денежную премию, на которую купил бутылку водки, добавив к премии 100 рублей. Майор Сидоров по обмену опытом был в Америке. Они его научили пользоваться компьютером, а он их ругаться матом. После чего раскрываемость у них повысилась в два раза. Лейтенант Ёлкин поставил себе на велосипед мигалку, никакие пробки ему не страшны. Зимой на лыжах мигалка на голове. Руководство оценило его инициативу и вручило ему часы с дятлом, который стучит ему на всех 24 часа в сутки. Служебно-розыскная дворняжка Жюлька недавно нашла тонную героину, которую наркокурьер привозил в штанах. За что помышленным званием теперь называется Больтерьер Рекс. Майор Петров заочно кончил академию. Правда, ошибся и сельскохозяйственные. Теперь есть какая машина, запорхли, тащить ее к ветеринару. В прошлый раз у иномарки Вольго ветеринар обнаружил кариус, а у Мерседеса насморк. А ты попробуй, не обнаружь. Если Петров в тире, из 100 очков выбивает тысячу. В прошлый раз, когда патроны кончились, закричал за душу, и мишень от страха убежала. Все словесные покрытия составляют, а капитан Феткин пишет просто «Сволочь» и всех находит. Однажды объявили план перехвата, так он самолет в воздухе остановил. И не его вина, что самолет, если выключить двигатель, падает. Когда из зоопарка сбежала горилла, сержант Зубриев сдержал ее, хотя он уже ходил в одежде и работал охранником. А однажды в городской бане в засаде сидел два дня. Причем в парной и в бронежилете. А чтобы никто не догадался, что он милиционер, хлестал себя веником и просил поддать пару. Причем сидел в женском отделе, нехотя ловили мужика. Когда сборная нашего УВД играла с Челси, то выиграл со счетом 40-0. Потому что лейтенант Прохоров на вышке со снайперской винтовкой сидел. И футболисты Челси это знали. Эксперт Кощеев по двум отпечаткам пальцев определил, что они оставлены рукой и ее сейчас ищут. А инспектор детской комнаты Мышкина ведет профилактическую работу еще в период беременности. В результате чего рождаются только будущие милиционеры и юмористы. Говорит, кретин. Люди с Ельцином в теннис играли, сейчас у них вилла на головах. А ты так и помрешь в маленькой комнате с видом на большую помойку. Я говорю, а что же мне делать? Жена говорит, кретин, к нам в город Путин приезжает. Я тебе купил горные лыжи. И показывает две деревяшки. Я говорю, это мне лыжи, это недоразумение. Жена говорит, ты сам недоразумение. Ты вообще за всю свою жизнь, кроме насморка, в дом ничего не принес. А эти лыжи я купил у соседа, он на них еще до войны катался. Я говорю, с Наполеоном что ли? Жена говорит, кретин, до войны с немцами. Я говорю, и кто победил? Жена говорит, кретин, поднимешься в гору, заройся там в сугроб. Вот тебе термос с чаем. Я говорю, может лучше термос с водкой? Жена говорит, кретин, ты в косяху Верке водку выпил? А потом говорю, какая ты красивая, ешь вабри. И Верка обиделась. Я говорю, ладно, выскочу из сугроба и попрошу двухкомнатную квартиру. Жена говорит, ради двухкомнатной я бы тебе одну лыжи не купила. Попросишь коттедж? Я говорю, коттедж с двумя Т пишется. Жена говорит, с тремя Ж. Кретин, ты же не писать будешь, а просить. Я говорю, вспомнил, я ведь кататься не умею. Можешь мне дзюдо заняться? Жена говорит, кретин, ты в прошлый раз с кровати упал, неделю встать не мог. А если он тебя через плечо кинет? У него черный пояс, а у тебя будут белые тапочки. На, фояж в последний раз перед смертью. То есть перед катанием. Иди. Но вышел из подъезда. Толя говорит, ты куда? Я говорю, с Путиным кататься. Вот только глаза забегали аж по всему лицу. Я говорю, коттедж хочу у него попросить с двумя Ж. Толя говорит, возьми меня с собой, у меня санки есть. Я говорю, на санках Кириенко катается. И потом одних санок мало, нужно термос. Не успел я сказать про термос, у него в руках уже три, все с водкой. Но у нас к приезду Путина подъемник в гору сделали. Раньше три дня взбираешься, потом пять минут едешь. А теперь пять минут поднимаешься, потом три дня едешь. Потому что у каждого столба документы проверяют. Все охранники в спортивной форме, чтобы их никто не узнал. Но с погонами. И друг к другу обращаются. Товарищ майор, товарищ капитан. Мне говорят, товарищ кретин, то есть товарищ уличник, ваши документы. Я по ошибке паспорт жены взял. Они посмотрели, говорят, всего доброго, граждане. Ну, залезли мы столиком в сугроб. Смотрю, он уже один термос открывает. Я говорю, ты что? Ну, надо же отметить новоселье в сугробе. Мы выпили за новоселье, за коттедж, за каждые трижи отдельно, за санки. В общем, вылезли мы из сугроба, когда он же растаял. И ни Путина, ни подъемника в гору уже не было. Путин уехал, а подъемник местные жители сдали в металлолом. Ну, а когда я вернулся домой, жена сказал мне только одно слово. А такое, вы знаете. Ревнилый дура. Где ты был? Я говорю, на собрании. А я и вправду был на собрании. А она, скажи правду, и я отстану. Я говорю, ну хорошо, я был в ресторане. Она говорит, со своей любовницей? У меня нет любовницы. Она говорит, скажи правду, а то хуже будет и замахивается. Я говорю, да, с ней. Она говорит, как ее зовут? Я говорю, не знаю. Она говорит, скажи, лучше по-хорошему берет сковородку. Я говорю, Лена. Она говорит, блондинка? Я говорю, нет у меня никакой Лены. Она говорит, ты сейчас не скажешь правду, я сейчас позвоню маме. Я говорю, да, блондинка. Я так и знал, потому что ночью мне жаль приснилось Я говорю, а мне бегемот Джаник, она что, такая толстая? Я говорю, с чего ты взяла? Она говорит, ты там только что сказала Отвечай, давно ты ее знаешь? Я говорю, кого? Она говорит, своего бегемота Я говорю, я никого не знаю Она говорит, если ты скажешь правду Или больше меня не увидишь И идет к окну, а мы на 10 этаже Я говорю, я ее знаю всего 2 дня Где вы познакомились? Я говорю, в театре Я говорю, значит, ты без меня в театр ходишь Я как дурдом сижу Я говорю, про театр у меня случайно вырвалось С таким же успехом я мог сказать, что и цирк Она говорит, я сейчас цирк дома устрою Чем ты ее угощал? Я говорю, как я мог ее чем-то угощать, если никого не было? Жена шагнула к окну Я говорю, пили шампанское А потом, я говорю, все Жена поискала взглядом и остановилась на утюге Я говорю, правда, все? Она говорит, не бойся, если скажешь правду, тебе ничего не будет Я говорю, поехали к ней Жена говорит, дальше Квазимода Я говорю, во-первых, не Квазимода, а Казанова А во-вторых, все Жена говорит, или ты сейчас скажешь правду Или вообще никогда говорить не сможешь Я говорю, поднялись к ней в квартиру Жена говорит, сколько комнат? Я говорю, три Жена говорит, сволочь, а у нас две? На жилплощадь потянуло Сколько ей лет? Я говорю, лет сто Жена говорит, я про любовницу спрашиваю, а не про квартиру Я говорю, пойми, нет никакой любовницы Она опять замахнулась Я быстро говорю, тридцать Жена говорит, какое у нее белье? Я говорю, ну это уж слишком Она говорит, отвечай Я говорю, пойми, не было никакого белья Она говорит, голый, что ли? Я говорю, что я был на собрании У нас решался важный вопрос Жена подняла сковородку Я говорю, и ты его решил? Я говорю, на что ты намекаешь? Она говорит, на это Я говорю, нет Она говорит, не смог, что ли? Я говорю, пойми, я был на собрании Можешь спросить у Нефедова Жена говорит, с Нефедовым Пусть его жена разбирается Отвечай, да или нет Я говорю, пойми, ты меня вынуждаешь Она говорит, это я тебя вынуждаю по бабам шляться Если скажешь правду, ничего не будет Я говорю, что ну тут пришел ее муж Жена говорит, так я и знал, ты только всегда не вовремя приходишь Я говорю, что ты имеешь в виду? Она говорит, не отвлекайся, он тебя бил? Я говорю, ну пойми, это глупый разговор Жена говорит, конечно, умнее в чужую постель забраться Покажи синяки Я говорю, у меня нет синяков Она кричит, почему? Я говорю, потому что я под кровать спрятался А когда он пошел в туалет, убежал Жена говорит, теперь ты понимаешь, какая ты сволочь? Я говорю, да Жена говорит, на первый раз прощаю Но если еще раз узнаю, убью Вчера в больницу попал Ногу подвернул, лежу в приемном покое Жду, когда врач придет А вместо врача подходят два санитара Этот, что ли, говорит, маленький, длинный И показывает на меня Этот, говорит, длинный Вот написано, смерть наступила в 13.00 Я говорю, у кого наступила? Маленький говорит, а тебя вообще не спрашивают Лежишь и отдыхай Длинный говорит, я на всякий случай еще раз проверю Покопался в своих бумажках и говорит, нет, все правильно Вот написано, Анисима Аграфена Петровна 1909 года рождения Я говорю, идиот, какая я Аграфена? Маленький говорит, наглая Нам работать надо, а ты мешаешь Я говорю, я жаловаться буду Длинный говорит, один старичок тоже пожаловал, что ему утку не дают А ему ответили, что они ее осенью на юг улетели И он успокоился Я говорю, что мне не нужна утка Маленький говорит, конечно, зачем она вам нужна на том свете? Длинный говорит, однако странная старушка попалась В брюках с усами и лысином он блестит Маленький говорит, ну и что, может она панкует? Длинный говорит, 909 года рождения Маленький говорит, ну и что, прикольная старушка Покурил травки и умерла счастливой Я кричу, идиот, и вы же видите, я живой Длинный говорит, каких только чудес не бывает на свете Недавно по телевизору показывали говорящую собаку Маленький говорит, а я видел непьющего мужика Схвати меня и на тележку Я кричу, идиот, и позовите врача И тут входит врач В одной руке коробка конфет Другой коньяк, третий цветы Спрашивает, почему больной так дико кричит В том-то и дело, говорит, Длинный, что это не больной Покопал в своей бумажке, как и говорит, изумлен Наказывается, у меня две бумажки слиплись Это получается не аграфена, 909 года рождения А аппарат искусственной почки Врач вгляделся в меня, говорит, это, наверное, японцы делали Наши так не могут Наши меня делали, закричал я Врач говорит, молодцы, значит научились И ушел А маленький говорит, Длинный, мой аппарат дорогой Давай что-нибудь мне открутим Схватил меня и стал крутить за ногу Ну я дернулся и вывихт и выправил Схватил и бежать оттуда Да так, что по дороге в стоп врезался И теперь уж сам не пойму То ли это в действительности было То ли мне примере ищлось Переключаюсь с канала На канал и потом снится, черт знает что У Абрамовича три яхты Приснилось, будто бы на всех трех он сразу плавает На одной голова, на другое тело, на третье то, что осталось Приснилось потом, будто бы Россия выиграла чемпионат мира по футболу Потому что перед матчем к ним в раздевалку зашел Сталин и сказал Я не обещаю вам за победу деньги, но обещаю за проигрыш Магадан И они выиграли со счетом 100-0 Потом приснилось, что Лужков пошел в церковь Помолился, чтобы не было взяточников Приехал на работу, там никого Он испугался и только потом вспомнил, что в воскресенье Ужас Приснилось, будто бы из водопроводных кранов течет водка А в понедельник утром пиво Чтобы на Украине не воровали газ Приснилось, будто вместо газовой трубы туда провели кондиционную Но несмотря на это, воровать все равно не перестали Ужас Будто у Березовского экстрадировали на родину И уже здесь, по всей строгости, переговорили к пожизненному заключению условно Ужас Приснилось, будто в МВД провели операцию чистые руки Каждому милиционеру выдали кусок мыла и сообщили народу, что все в порядке Кошмар Будто бы в зоопарке в клетках сидят люди, а смотрят на них звери Больше всего зверей у клетки с Жириновским Потому что он плюется, дерется и ругается матом Ужас Приснилось, будто бы женщина за второго ребенка платит 250 тысяч А мужчинам за вторую жену 340 И поэтому многие мужья для выполнения супружеского долга нанимают гастарбайтеров А под утро приснилось совсем невероятное Будто живем мы просто и дружно, бережем природу И учим детей любить свою родину Один мужик рассказывал Но он хотел, чтобы у него волосы выросли Но он обратился к этому, как его? К экстрасенсу И он ему тюбик дал Заряженный Намажет, говорит, через 10 минут вырастут Но мужик этот в королеву съехал Тюбик в карман положил В брюки Ну, час пик был Он чувствует, потекло Но он руку сует туда никак Ё-моё, народу тьма А уж одна минута прошла Еще 9 и заколосится там Ну, тут уж не до вежливости Отталкивает он чей-то бокс Уйдет руку Что такое? Женщина рядом краснеть начинает А мужик этот думает Что я, ё-моё, поправился, что ли? Нога плотная такая Но в колготках почему-то И тут этот мужик соображает Что эта нога вроде как не его Потому что он ее щиплет А боли не чувствует А женщина вся красная Говорит, тихо Что вы так сразу-то? Даже не познакомились Он говорит, ё-моё, когда знакомиться-то? Когда уж через 8 минут поздно будет Ну, женщина говорит, жалко, что у меня руки заняты А то бы я дал вам пощечину А тут ее сосед говорит, у меня свободная Давай я тебе дам за 100 рублей А за 500, говорит, я его так отметил У него последние волосы дыбом встанут Ну, начали они торговаться А мужик от шмыка выскочил Спешит Штаны расстегнул Ну, на остановке всех как закричат Совсем обнаглее Потерпеть не может Жмот кричит старушка Денег на платный туалет пожалел А мы бесплатно должны его безобразию любоваться Ну, мужик это не обращает уже внимания Спустил штаны Отскребает эту массу с коленки ногтями И думает, ё-моё, у меня теперь волосы под ногтями расти будут Через 10 минут заколосятся Ну, короче, чуть с ума не сошел Домой 5 остановок за 2 минуты добежал Скинул с себя все и в ванную Ну, вымылся, выходит Ё-моё, жена перед прямой сидит, лицо кремом намазала Он говорит, ты случайно не из тюбика моего взяла? Она говорит, ты из тюбика, а тебе что-то для родной жены жалко? Он говорит, что для тебя мне вообще ничего не жалко Ну как же ты на улицу выйдешь? Ведь у тебя ровно через 10 минут лица не будет Не знаю, какие еще 10 минут? Я уже полчаса сижу и никакой пользы Ну, этот мужик обрадовался и говорит Ё-моё, как это хорошо Что этот крем обыкновенным оказался Оказался